МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Адольф Гитлер считал главной целью операции Барбаросса взятие Москвы, самого большого советского города. Операцию планировалось закончить в течение первых трех-четырех месяцев войны. Но сопротивление советских войск сорвало планы. Немецкое наступление на Москву началось лишь 30 сентября 1941-го. Мне было 16 лет, когда началась война. 16. Это в 41-м году. Я закончил 9 классов, перешел в 10-й класс. В войну мы всем 10-м классом нас повезли под Муром рыть противотанковые рвы. Мы целых два месяца. Октябрь, ноябрь и в начале декабря уже нас отправили назад по домам. На Москву наступала группа армий «Центр». Немцы наступали три месяца. 800-километровую полосу обороняли три фронта. Полтора миллиона советских солдат. В конце ноября прибыло пополнение, и 5 декабря Красная Армия перешла в наступление. Я воевал, начиная с Подмосковья. Операцией была так называемая Ржевско-Вяземская операция. Это трудная операция. Она не имела успеха. У нас командир расчета был Малышев Василий Иванович. Он ленинградский рабочий. Он уже к нашему приходу, а мы пополнение делали. Он потерял, из расчета потеряли два человека. Мы их заменили. Молодые. После обучения, конечно. Шесть месяцев учились. Я в московском военном округе учился. Ну, с молодого бойца прошли. Мать, конечно, проливала слезы. Ну, что, всем надо, как говорится, защищаться. Родину защищать. Мы, конечно, такие громкие слова не говорили, не употребляли. Родину защищать. Нет, обязанность есть обязанность. И пошли. Январь нового 42-го года ознаменовался общим наступлением советских войск. Наступление развивали до 20 апреля. За первые три месяца 42-го немцы потеряли 330 тысяч человек. Потери Красной Армии – 780 тысяч. Битва за Москву стала одним из самых масштабных сражений Второй мировой войны и единственным крупным сражением, проигранным немцами при общем численном превосходстве над противником. В июле я уже на фронте был, под Москвой. И сразу у нас началось наступление. Вот я там и попал в расчет. Мне, как говорится, Бог дал быть в расчете. А пехотуши, пехотуши косили ее, как в песне говорится. Война нас гнула и косила. И наши молодые, все мои знакомые. Вот я смотрю Галкин, со мной в школе был, со мной учился. Он был в пехоте, погиб. Писал на родину, что вот я встретил такого. Витку Капезина встретил в бою, прямо в бою. Он был связист. А потом я узнал, что он погиб. Константина Борисова ранила под Вязьмой. На родине его имя внесли в список погибших. Константин Борисов дошел до Берлина. Награжден медалями за отвагу и за взятие Варшавы. Кавалер Ордена Красной Звезды. Кавалер Ордена Красной Звезды.